Привет, с вами Киноджек и сегодня я расскажу о фильме в жанре триллер, мистерии под названием «Оставь мир позади». Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, где мужчина по имени Клей Сэнфорд пробуждается ото сна. Он замечает, что его жена Аманда спешно собирает их вещи и интересуется, что происходит. Аманда рассказывает, что забронировала для семьи квартиру Аварднт на Лонг-Айленде на выходные. Клей очень рад этому, ведь ему тоже нужно отдохнуть от напряженной жизни. Однако, когда он спрашивает о причине внезапного отпуска, Аманда отвечает, что ненавидит людей и хочет на время от них отстраниться. Затем сцена переходит в дорожную поездку, где нас знакомит с их сыном-подростком Арчи и маленькой дочерью Роуз. Оказывается, Роуз — большая поклонница сериала «Друзья» и с удовольствием смотрит его. Через несколько часов они приезжают в особняк, где проведут выходные. Это прекрасное поместье с бассейном и большим задним двором. Клей замечает в шкафу дорогое спиртное, но оно оказывается запись. Это дает ему понять, что выпивка не для них. Позже Аманда отправляется на местный рынок за продуктами. Возвращаясь, она замечает бородатого мужчину, который набирает большое количество еды и аварийных запасов, которых, вероятно, хватит на долгое время. Аманде это кажется странным, но она решает не обращать на это внимание и уходит. После обеда семья отправляется на пляж, чтобы отдохнуть. Аманда рада, что людей гораздо меньше, чем в городе. Пока все увлечены своим занятием, Роуз замечает, что к ним приближается огромный корабль. Семья не обращает на нее внимания, думая, что это обычный грузовой корабль. Но он приближается все ближе и ближе, заставляя их понять, что что-то не так. Стревоженные, они быстро хватают свои вещи и бросаются бежать. Остальные люди на пляже тоже поспешно убегают, создавая абсолютный хаос. Вскоре корабль врезается в берег и полностью застревает. Сбитый с толку Клей спрашивает у охранника, что происходит, на что тот отвечает, что сегодня произошло уже три подобных инцидента. В каждом случае GPS на корабле не работал. Вернувшись домой, Аманда пытается найти информацию о происшествии на корабле, но обнаруживает, что Wi-Fi и телевизор не работают. Поначалу это ее беспокоит, но затем настроение меняется, когда она замечает, что ее дети весело проводят время в бассейне. Пара также замечает пару оленей на заднем дворе, что Клей расценивает как хорошее предзнаменование. Позже вечером, после того, как дети уснули, Аманда и Клей пьют вино и играют в Дженгу. Но их романтический момент прерывается, когда они слышат странные звуки, доносящиеся снаружи. Клей предполагает, что это незваный гость, поэтому берет оружие и осторожно направляется к двери. Но открыв ее, он с удивлением обнаруживает хорошо одетых мужчину и девушку. Мужчина представился Джорджем и сказал, что девушка, его дочь Рут. Затем он сообщает, что является владельцем дома, с которым Аманда ранее общались по электронной почте. Услышав это, Аманда насторожилась, ведь она никогда не встречала этого человека, но Клей все равно приглашает его войти в дом. Джордж начинает рассказывать о своем затруднительном положении. Он рассказывает, что они ехали домой с концерта, когда внезапно отключилось электричество. Они хотели добраться до своей квартиры в городе, но она находится на 14 этаже. Поскольку лифты не работали, подняться наверх было бы невозможно, учитывая, что у Джорджа больное колено. Поэтому они решили приехать в свой второй дом на окраине. Аманда не решается позволить им остаться, поскольку даже не знает, настоящие ли они хозяева. Однако Рут расстраивается и настаивает на том, что это их дом и их нельзя вот так просто выгнать. Мгновением позже Джордж с помощью ключей открывает запертый шкаф, где мы видим конверт и пистолет. Он достает из конверта тысячи долларов наличными и отдает их Аманде в качестве 50-процентного возмещения. Он обещает, что это только на одну ночь, и они будут спать в подвале. Клей ослеплен жадностью денег, поэтому он соглашается, но его жена все равно что-то подозревает. После этого Аманда начинает допрашивать Джорджа и спрашивает о его жене. Он отвечает, что она арт-дилер и сейчас находится в поездке в Марокко. Он также предлагает им дорогой алкоголь, от которого Аманда сразу же отказывается. Однако Клей не видит в этом ничего страшного и охотно принимает напиток. Аманда спрашивает, есть ли у Джорджа документы, но тот отвечает, что случайно забыл бумажник на концерте во время суматохи. Это вызывает у Аманды еще большее подозрение, но прежде чем она успевает расспросить его подробнее, их отвлекает громкий пронзительный звук, доносящийся из телевизора. Оказывается, это объявление правительства США, они объявили чрезвычайное положение, но причины не уточняются. Это пугает Аманду, и она понимает, что ситуация критическая. В итоге она соглашается, чтобы отец и дочь остались в подвале. В полночь телевизор переключается на свежие новости, в которых сообщается, что страна подвергается кибератаке. Но поскольку все крепко спят, они не замечают новостей. На следующее утро Роуз подходит к спящей матери и говорит, что не может посмотреть последний эпизод друзей, потому что у них нет Wi-Fi. Аманда отсылает ее из комнаты и проверяет свой телефон. Она замечает несколько уведомлений об подключении электричества и хакерской атаки. Обеспокоенная, она немедленно будет мужа, чтобы сообщить ему новости. Но к ее шоку, уведомления внезапно исчезли. Позже Аманда спускается вниз на завтрак и встречает Рут. Несмотря на то, что они оба раздражены встречей, они пытаются завязать светскую беседу. Рут спрашивает о профессиях мужа, на что Аманда отвечает, что она занимается деловыми отношениями, а Клей работает профессором в университете. В этот момент к разговору присоединяется Джордж. Аманда упоминает новость о хакерской атаке, но Джордж уверяет ее, что это, скорее всего, просто хакеры-подростки. Тем временем Рут беспокоится о своей матери, которая должна лететь домой. Джордж уверяет ее, что с ней все в порядке и она скоро вернется. Поскольку они понятия не имеют, что происходит во внешнем мире, он решает навестить одного из их соседей, чтобы узнать, неизвестно ли им что-нибудь. Во второй половине дня Клей едет в город за газетой, но вскоре понимает, что GPS не работает. На дорогах очень тихо, нигде не видно людей. Клей быстро теряется и с трудом находит дорогу. Вскоре к нему подходит мексиканская женщина и истерично просит о помощи. Клей не понимает ни слова из того, что она говорит, поэтому не обращает на нее внимания и уезжает. Женщина плачет и умоляет его вернуться, но он не возвращается. Когда Клей едет дальше, он сталкивается с шокирующим зрелищем, беспилотник сбрасывает красные бумажки посреди дороги. Это пугает его, и он пытается убежать, но красные бумажки в конце концов поглощают его. Тем временем Роуз замечает в лесу оленя и рассказывает об этом своему брату. Вдвоем они отправляются в лес на их поиски. Олени они не нашли, зато наткнулись на старый сарай. Испугавшись, братья и сестры решают уйти, но по дороге Арчи кусает жук. В другом месте Джордж приходит к дому своего соседа, но никого там не обнаруживает. Он спускается в гараж и обнаруживает там спутниковый телефон. Он пытается воспользоваться им, чтобы позвонить властям, но у него ничего не получается. Тогда он выбирается из дома и медленно направляется к близлежащему пляжу. Джордж приходит в ужас, когда видит руку, торчащую из песка, а также другие человеческие останки. Несколько секунд спустя он замечает самолет, приближающийся прямо к нему. Джордж бежит изо всех сил и едва успевает выбраться живым, как самолет падает и взрывается. Вскоре после этого он возвращается домой и рассказывает Аманде, что ситуация гораздо хуже, чем он думал. Он рассказывает, что только что видел крушение самолета и даже спутниковый телефон не работает, что может означать только одно, хакеры вывели спутник из строя. В этот момент из ниоткуда раздается пронизительный, высокий звук, заставляющий всех заскулить от боли. Он продолжается некоторое время, а затем необъяснимым образом прекращается. После этого инцидента Аманда начинает страдать паранойей. Она представляет себе различные сценарии, такие как вторжение инопланетян и тому подобное. Она также упоминает, что вчера видела на рынке бородатого мужчину, который скупал тонны продуктов и еды. Она подозревает, что он знал, что должно произойти. Услышав это, Джордж рассказывает, что этот человек, его подрядчик, Дэнни, он, самопровозглашенный выживальщик, который всегда готов к подобным ситуациям. В этот момент Клей тоже возвращается домой, и Аманда с облегчением обнимает его. Он рассказывает им о дроне и показывает красную бумагу, которую ему подбросили. Бумага испещрена арабским текстом, который они не понимают. Но Арчи, который много играет в видеоигры, объясняет, что это означает смерть Америки. Услышав это, Аманда решает немедленно уехать вместе с семьей. Джордж предупреждает, что поездка в город может быть опасной, но она готова пойти на этот риск. Вскоре семья отправляется в путь, но на дороге не встречает ни души. Вскоре они натыкаются на блокпост, где выстроились тонны машин. Аманда выходит из машины, чтобы разобраться в ситуации, и замечает нечто странное, все разбитые автомобили, совершенно новые Теслас без водителей. Мгновением позже пара замечает еще одну машину, едущую в их сторону. Клей приходит в восторг, думая, что наконец-то сможет с кем-то поговорить, но Аманда понимает, что он на автопилоте. Поэтому они быстро садятся в машину и уезжают, едва не столкнувшись с сотнями Теслас. Затем они возвращаются в особняк Джорджа, так как это единственное безопасное место для них на данный момент. Вечером Клей и Руд встречаются у бассейна и курят. Во время этого она пытается флиртовать с ним и спрашивает, спал ли он когда-нибудь с кем-нибудь из своих учениц. Клей смеется и признается, что он не такой человек. Затем он меняет тему и рассказывает о мексиканке, с которой познакомился ранее. Клей говорит, что чувствует вину за то, что не смог ей помочь. Он также упоминает огромный корабль, который потерпел крушение на пляже несколько дней назад. Это приводит Руд в ужас, и она начинает верить, что страна подверглась террористической атаке. В этот момент в бассейн приземляется стая фламинго, что приводит их обоих в замешательство. С другой стороны, Аманда и Джордж сближаются за выпивкой. Она извиняется за то, как вела себя с ним раньше, и он сразу же прощает ее. Он включает музыку, и они начинают танцевать и веселиться. Они становятся очень близки и обнимают друг друга, но Аманда указывает на то, что они оба пьяны и женаты. Джордж соглашается и говорит, что очень любит свою жену. Однако он боится, что она, возможно, уже умерла, и начинает плакать. В этот момент снова раздается высокий звук, который приводит всех в ужас. На следующее утро Аманда просыпается и обнаруживает, что Арчи болен. Он не просто болен, у него внезапно выпали зубы, и его рвет кровью. Это приводит Аманду в состоянии паники, и она решает немедленно отвезти его в больницу. Однако Джордж замечает, что в их нынешней ситуации это невозможно. Вместо этого он предлагает отвезти мальчика к Денни, у которой могут быть медицинские принадлежности. Как раз когда Джордж собирается уходить, группа понимает, что Роза пропала. Это повергает всех в панику, и Арчи предполагает, что она может быть в сарае, который они нашли в лесу. Аманда решает найти ее, а Клей и Джордж отправляются к Денни с больным мальчиком. Рут умоляет отца не уезжать, но он уверяет ее, что с ним все будет в порядке. Он также просит ее помочь Аманде, на что она неохотно соглашается. Вскоре девочки приходят в сарай, но обнаруживают, что он пуст. Рут предлагает вернуться домой, но Аманда все больше расстраивается и кричит на нее. Это приводит к ссоре, и Рут в конце концов разражается слезами. Она обвиняет Аманду в холодном сердце, которое заботится только о своей семье. Затем Рут рассказывает, что ее мама, скорее всего, умерла, а отец может вообще не вернуться. Услышав это, Аманда расстраивается и признается, что у нее есть проблемы со вспыльчивостью. Она говорит Рут, что заботится о ней, и просит прощения за свои поступки. После этого они выходят из хижины и видят сотни жутких оленей, которые смотрят на них. Альфа подходит к ним и, кажется, хочет напасть. Но женщины пускают в ход свое главное оружие, кричат во всю мощь своих легких. Это пугает бедных животных, и они в страхе убегают. С другой стороны, мужчины прибывают к Денни, чтобы попросить помощи. Однако тот в шоке направляет на них пистолет и требует отойти. Джордж объясняет состояние Арчи, говоря, что тот тяжело болен и нуждается в срочной помощи. Но Денни отказывается предоставить лекарства. Он мотивирует это тем, что их страна находится в состоянии войны, а у него есть семья, которую нужно защищать. Клей даже предлагает ему тысячи долларов, но тот отказывается, заявляя, что деньги уже устарели. Он угрожает им, что уйдет, но отчаявшийся Джордж достает свой собственный пистолет, настаивая на том, что они не сдвинутся с места, пока не получат лекарства. Напряжение начинает нарастать, и мужчины едва не стреляют друг в друга. Однако вовремя вмешивается Клей и успокаивает их. Он признает, что он бесполезный человек, но он не может позволить своему сыну умереть вот так. Клей объясняет, что, несмотря на все их различия, их объединяет одно — желание защитить свои семьи. Эта речь окончательно убеждает Денни, и она соглашается предоставить пилюлю в обмен на деньги. После этого мужчины возвращаются в машину, и Джордж сообщает Клею, что ситуация серьезнее, чем он думал. Он объясняет, что один военный однажды рассказал ему о трехэтапном маневре по свержению правительства изнутри. Первый шаг — изолировать население, то есть прервать все коммуникации. Второй шаг — создание синхронизированного хаоса, что означает дезинформацию, такую как странные красные бумажки. И последний шаг — гражданская война, в которой люди начинают воевать между собой. Джордж подчеркивает, что, чтобы не случилось, они не должны ополчиться друг на друга. В другом месте Аманда и Рут все еще ищут Роуз, как вдруг останавливаются и смотрят вдаль. Они с ужасом наблюдают за тем, как Манхэттен бомбят, а по всему городу вспыхивают беспорядки. В финальной сцене мы видим, что Роуз пробралась в особняк одного из соседей. Она поглощает вкусную еду в одиночестве, не обращая внимания на происходящее. Она даже слышит вдалеке голос матери, но не обращает на него внимания и пробирается дальше в дом. Вскоре Роуз обнаруживает бункер, оборудованный всем необходимым едой, водой, тренажерами, книгами и множеством припасов. Интернат тоже работает, а в новостях сообщается, что Белый дом подвергся нападению вооруженных сил нелегалов. И это еще не все, в разных частях страны значительно повысился уровень радиации. Однако Роуз не обращает на это внимания, обнаружив коллекцию DVD-дисков, среди которых есть и друзья. Она включает последний эпизод и усаживается смотреть, как фильм подходит к концу.